Спасибо! Глядя на то, что творится в семье Рудневых, невольно вспоминаешь Гаргантюа и Пандагруэля. Скоро из такого мира будут изгнаны вера, надежда и любовь. А ведь люди рождены, чтобы содействовать и помогать другим. Вот только причины для развода ребят, к которым они пришли, крайне разные. Давайте постараемся вначале понять ли берж. Как ни было бы у меня жены, Ксюх, я бы за тобой ударил. Да что это, друг? Я занятая. И ты со своим мужем разжились. А что с ним? Он не в любви признался. Ты говорил, что если бы ты не был женат, то ты бы за Ксюшей приударил. Не было такого. Ты постоянно ходишь и предлагаешь себя. Ты что, тупичка? Кому? Везде! Потому что на улице встанет вот это вот «я красивая» и пошел вот это вот. Я свой герой, лови меня, как самолет. Лови к небу, и это только наш полет. Рядом я, осталось лишь достать рукой. Я еще молод, мне всего лишь 27. Так, засос. Это синяк. Я просто отлежал, спал на остром. Да, да. С женой и с засосом. Вот это уровень, вы понимаете? Я нервно курю в сторонке просто. Засос, а что это? Да это не засос. Ну прям вот, красненькие точечки такие вот, как в засосе, Жень. Сейчас Любешка приедет, скажет, что это она. Да это не она. Лип! Алло, да, Ксюша, привет. Привет, привет, дорогая. Засос на шее, это ты поставила ему. Какой засос? Жень, тебя что на шее? Ничего. Нельзя допускать, чтобы твой муж где-то ночевал не у тебя дома. Это ваши гульки вот до этого двери. Нельзя. Вы разрушили свой брак полностью. Я уже поняла, что произошло. Я уже понимаю, что будет дальше. Ты что творишь? Ой, допустимо ли вообще мстить? Очевидно, что то, что сделал Женя, это, конечно, какая-то месть. Я не знаю, есть ли в зале люди, которые реально могут представить, что у Жени есть какая-то любовь на стороне? Хотя, судя по тому, что вытворяет Евгений Руднев, даже это допустимо. Даже я не верю. Ну, ты не веришь, да? Откуда взялся засос тогда? Ну, мы накануне очень сильно поссорились с ним. Он убежал, как бы. После этого вернулся домой, попытались пообщаться с ним. Потом опять поссорились. Я уехала на работу, он потом поехал на проект. И получается, видимо, вот в момент гнева какого-то, да, он допустил вот такую месть в мою сторону. То, что я не так покорна, как ему хотелось бы, видимо, в отношениях. Подожди, а что случилось? То есть вот ты говоришь, я не верю в измену, да, он мне отомстил. Отомстил каким образом? То есть пришел кто-то, не знаю, кто таксист укусил его, или пришел просто друг, с которым он играет в нарды. Я не удивлюсь. Может, он сам себя щипал, там, не знаю, пока ехал на поляну или еще что-то делал. Я не удивлюсь. То, что Женя изменил? Нет, не изменил. Жень, откуда засос? Отвечай нам. Я не помню. Это вот такой вот ответ, да? Я не помню. Короче, в ту ночь, когда я отдыхал один, безлибежь, я был примерно в том же состоянии, даже чуть хуже, чем вчера. Ну, я не скрываю, я очень сильно сэмоционировал, в связи с тем, что я выпил, я что скрывать, так и есть. Вот, и естественно, я там наговорил кучу всякой фигни, поэтому я понимаю, что сейчас есть какая-то обида на меня. Все, все! Ты видел себя? Все! С тобой эти все! И все, сюда приехал и обосралась! Обосралась? Я обосралась! Я обосрался здесь! Ненависть к тебе! Ладно! Так вот я тебе заявляю сейчас, Женя, то, что в моих глазах чувства к тебе гаснут. Я тебе реально говорю, гаснут. Ты понимаешь, что я сейчас уйду полностью в работу, и мне будет уже колоссально все равно, чем ты будешь заниматься, в каком ты состоянии будешь приходить, что ты будешь делать. Потому что у меня чувства к тебе просто уйдут, и ты потом будешь сидеть и думать, какой я идиот. Либо нет, будешь прыгать, бегать, веселиться, и найдешь себе какую-нибудь очередную дуру, которая поведется, поверит, и будет тебе, не знаю, засосы ставить и прощать. Я тебе так скажу, что я готов с тобой разговаривать наедине. Вот есть ты и я, давай вместе сядем и поговорим. Здесь еще раз. Ну хорошо, что мешает поговорить вот здесь, в студии? Так что мешает? Я пришел с ней домой поговорить с ней. Она мне говорит, нет, она не готова была со мной разговаривать до момента, пока мы сюда не сели. А здесь, получается, она готова. Я шесть раз тебе говорила, нет, однако тебя это не останавливало. В смысле не останавливало? Я к тебе сегодня подошел два или три раза, Либерш. Говорю, давай поговорим, давай поговорим. Либерш, скажи мне, пожалуйста, вот Женя не хочет разводиться, и сейчас вроде как пытается нас всех уверить в том, что вам нужен разговор. А ты что скажешь? Я могу сказать следующее, что если у Жени не удастся в ближайшее время, как-то говорю же, изменить мое отношение к нему и вообще отношение, в принципе, всех к нам, то, что мы не безнадега.ру, простите, да, там, и есть еще шанс вернуть что-то, да, и действительно как-то задуматься о том, чтобы вместе вставать на ноги и уже когда-нибудь прийти к тому, что будут дети, тогда да. Если я в ближайшее время этого не увижу, я не готова тратить свое время, извините, конечно, да. А сколько ты даешь времени, ну, вашим отношениям и Жене в первую очередь? Я не знаю, может быть, я не знаю, может быть, я завтра проснусь и пойму то, что это бесполезно. Может быть, через неделю я проснусь и пойму то, что разницы нет никакой, все равно продвижение нет. Лип, смотрите глубже на это. Ты сейчас будешь заниматься работой, ты 24 часа в сутки будешь занята своими магазинами. И это еще больше усугубит ваше положение. Ты это понимаешь? Ну уж простите, я не буду тут даже выбирать, потому что кормить меня точно не Женя будет. Я сегодня уезжаю, мне надо по делу съездить, да, ты знаешь, я с вами разговаривал, вот, завтра я приезжаю, я надеюсь, Липеш уже немножко с другим настроением и с другим настроем. Мы сядем дома, я приеду на поляну, и мы проговорим все моменты. Мы еще будем обсуждать вашу историю, да, мы вам дадим сегодня ночью передышку друг от друга. А пока давайте услышим претензии Жени, который робко пытается донести эти претензии до Либерш. Давайте посмотрим сюжет на эту тему. Либерш, вся поляна знает твою болезнь. Эта болезнь называется пьянство. Все знают, что заначка в твоем доме водится. Я постоянно вижу, Либерш, как ты даже по дороге на поляну покупала чекушечку и распивала с мальчиками наравне. Я не удивлюсь, если выяснилось, что еще там за батареей стояла водка. Вот пускай ищут за батареей эту водку. Какая роль алкоголя в вашей жизни? Какая роль неалкоголя в моей жизни? Знала бы, что сегодня вот так разнесут, нажралась бы в хлам. Руднев понимает, так, если сейчас ее отпустить на днюху, она там так нахреначится. Похмелиться надо, да? Похмелиться надо. А есть у нас похмелиться, нет? Оля, я алкоголик. Отстаньте от меня, я буду заниматься дальше своими делами. Либерш, меня это заколебало. В смысле заколебало? В прямом смысле заколебало. Твоему мужу не нравится, и это нормально. Ни один нормальный мужчина не захочет так жить. Так, теперь мы посмотрели на проблемы с другой стороны. Оказывается, не только есть ситуации, которые не устраивают Либерш, но и Женю не устраивают главная проблема. Вы знаете, он очень робко на эту тему говорит. Каждый раз боится Либерш обидеть, и когда на лобном месте мы это обсуждаем, Женя ее защищает. Но в клуарах между нами, нам, ведущим, Женя периодически робко, опять же таки, намекает на эту проблему. На проблему того, что Либерш злоупотребляет алкоголем. Ты выгораживал Либерш. Можете, я еще раз говорю, вы можете хоть 30 тысяч лобных мест сделать по этой теме. Я 30 тысяч раз буду говорить вам одно и то же. В эфире ты об этом говорить не готов. Я еще раз говорю, что для меня лично это не является проблемой. Рустам Солнцев. Естественно. Спасибо. Я помню, как классик современности Степан Меньшиков сказал, обращаясь к Торе. Малышка, ну, выпила литр, остановись, закуси. Знаете, золотые слова на самом деле. Я сам никогда не видел, как пьет Либерш, честно. Это какое-то волшебство. Ладно, я вот немножко эту тему опускаю. Она ее ранит, во-первых. Да, это неприятная для нее тема, девчонка. Ты тоже считаешь, что Либерш не выпивает? Нет. Судя по лицу, Либерш не пьет никогда вообще. Ну, Либерш, тут... Это сарказм какой-то, да, сейчас? Да, ну, конечно, Либерш, тут вот аргументация на лице. Надо было хотя бы подкраситься. Если твой муж говорит о том, что он не хочет об этом говорить, это только ему комплимент. Он молодец. Но все остальные будут говорить об этом и ровно столько, сколько захотят. Вот в чем, понимаешь, парадокс вот этой компани веселой. Далее. Ребят, надо признать, что не вышло у вас, не получилось ничего. Женька ищет расслабленности, легкости и веселости у других женщин, которые могут ставить ему засосы, делать ему минетик веселый. Понимаешь? Ни к чему его не принуждать. И он будет в этом прав. Прав. Давайте Антона послушаем. Антона послушаем из журнала Дом-2. Я просто хочу отметить, что, Либерш, мы об этой теме говорим не потому, что мы хотим тебя уколоть, а потому, что мы хотим помочь тебе. Ну вот лично я могу вспомнить такой случай. Все знают, что у нас проходит еженедельный ряд коллегий. Обычно это утро, первая половина дня. И это было даже несколько месяцев назад. То есть достаточно давно. Либерш была одной из приглашенных, одной из гостей. И когда она приехала в редакцию, села за наш стол, ну вот даже находясь на расстоянии, вот Алиана сидит от меня, чувствовалось очень сильно, что она предпринимала алкоголь. А сколько было времени? Это был час дня. Спасибо большое. Саша Артемова. Я могу сказать, что любимые напитки, Либерш, это такие мужские напитки. Это коньяк, виски, водка. Сань, ну ты вчера вместе со мной. Вот мы сегодня увидели видеоролики, что водка где-то там за трубой была. Сань, ну ты вчера вместе со мной вискарь хлобычила. С тобой вискарь я вчера выпила, да. Как лужик сидела. У нее хоть повод был, Жень, знаешь, вчера выпить, да. У нее, по крайней мере, был повод. Жень, ты можешь наезжать на нас на всех сейчас, но это беда вашего дома. Говоря о том, что где какие доказательства, но когда, извини, мне присылают видео, что Алиана якобы лежит в кровати с Ильей Григоренкой, выпивают виски, в этот момент Либерш, это видео, Либерш берет один чай, выпивает, передает и другим чаем запивает. Интересно, что же это за чай такой, который нужно запивать? Один был с мятой, другой с лимона. И надо запить, да. Я просто хотел бы всем ребятам, на самом деле, сказать, не надо Жене запивать. Надо запивать. Самая главная проблема у человека, когда он отказывается. Если вы хотите помочь, Либерш, не надо ее прикрывать, закрывать эту проблему, нужно решить. Ну что же, у меня есть еще один такой подарок Евгении Руднев. Ты знаешь, я люблю тебе преподносить подарки вместе с Ксенией. Встречаем подарок! Скажите, пожалуйста, это Либерш до того, как она выпивала, я так понимаю. Такая красивая девочка. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Как вас зовут? Привет. Привет. Кстати, тоже 27. И меня зовут Либерш. Либерш? Либерш? Да? Правда? Подождите, у вас тоже такое же имя. Откуда вы родом? Я родом из России, но мой отец корнями из Конго. Республика Конго, это Центральная Африка. Евгений. Потрясающий человек, очень привлекательный мужчина. И, ну, знаете, жизнь по-разному может там сложиться. И имейте в виду, что я есть. То есть вам нравится Женя Руднев, правильно понимаем? Именно так, да. То есть вы хотели бы прийти на проект к Жене Рудневу? Именно так. Именно так. Итак, если, конечно, у него будет желание для этого расположения. Евгений, теперь осталось только тебе ответить. Знаете, я сейчас... Рестайлинговая модель Либерш. А кто там про развод говорил? Шучу. На самом деле, смотрите, вот сейчас есть уникальная возможность. Спасибо вам большое, ведущий, что мне не придется... Саждать завтра, для того, чтобы сказать слова любви своей жене. Вот есть сейчас пример, да, по правой сторону, есть по левую сторону. По левую сторону моя жена, по правую потенциальная девушка, которая хочет быть со мной. Вот я от потенциальной девушки отказываюсь, поворачиваюсь к своей жене и говорю, что я хочу быть с ней. Вот на самом деле, Женя Либерш, вот ведущий, который раз вам средства макрополуса вам подсовывают. Вот спасение, ребят, вот уже дальше вот некуда. Жень, ты так отказываешься от этого? А вот Либерш сейчас бы подарок от винноконьячного завода приняла бы, понимаешь? Сейчас, вот этот подарок бы я сам принял, сейчас мне очень надо. Ну так прекрасно, Женя, вы отказываетесь. А может быть, в самом деле взять что-то и сделать? Итак, Жень, давай действительно определяемся, что мы скажем новенькой Либерш. Спасибо, что пришла. Все. Мне, конечно, очень приятно, потому что, вы знаете, я нахожусь на телепроекте практически, почти уже полтора года. Я без обид сейчас Либерш, без обид. Хочу сказать, что ни разу ко мне никто никогда не приходил на проект. Никогда. Растаяла наша конфетка, Женька, приятно. Нет, ну я не смог... Смотрите на него. Нет, ну мне приятно, в любом случае, конечно, мне приятно, как бы, что... Можете взять у него телефон и вечером встретиться где-нибудь. Что я кому-то нравлюсь еще, но все, на этом спасибо. Все? На этом спасибо. Ну что же, в любом случае, мы уже не говорим хотя бы о разводе, но надеюсь, что мы хоть чуть-чуть застыдили и напугали Либерш и Женю. Будем считать, что они остановились, да, да, у последней черты. И теперь маховик будет запущен в обратную сторону. Но если нет, Женя сам найдет себе новую Либерш, а Либерш, в свою очередь, будет уже беспрепятственно забываться в том, что ей действительно нравится.